Входит рабыня, молча кланяется Цезию, начинает убирать. Потом, украдкой проследив за его взглядом, видит лавинию и застывает сама. Пьеса-концепция, сатира, действие, которое происходит в воображаемом первом Риме. Периодическая комедия всех героев зовут, как из таблицы Менделеева, Цезарь, Цирконий, Гений, Гелий, Литий. Притча об обрушении империи. Непосредственным толчком для написания пьесы был первый учебник новой путинской истории, который вышел в 2013 году, учебник Филиппова. Это была первая официальная попытка написать новую историю новой России, где одни победы, одни достижения, кругом враги. Вот эта концепция, которая, собственно, привела к катастрофе войны, потому что за десятилетия Россия была просто сварена, как на медленном огне этой пропаганды. Старый сенатор и его молодой ученик пишут лживую эту историю, а параллельно развивается линия написания настоящей истории. И вот эта мысль о двух историях, одной той, которая происходит на самом деле, которая на самом деле остается, и другой пропагандистской версии этой истории, вот это исследуется в этой пьесе, в этой комедии. Писалось на Олега Табакова и Евгения Миронова когда-то, и Табаков хотел это играть, но потом случился Крым, и ни о какой постановке моей пьесы в Московском художественном академическом театре, конечно, речи уже не шло. Меня стерли со всех афиш, пьеса так и осталась, собственно, текстом. И спустя 10 лет, так сказать, несколько замечательных артистов заинтересовались ею. И вот была читка в Берлине, где Максим Суханов и Чулпан Хаматова читали эту пьесу. Завтра будем. Будет Таллиннская премьера с не менее прекрасными Юлией Аук и Александром Феклистовым, блистательными актерами. И я, конечно, счастлив, потому что, ну, пьесу, конечно, можно читать глазами, но лучше ее слушать, слушать и видеть. Мы в силу своих политических, социальных и экономических ситуаций придумали такой жанр, но не мы придумали, давно придумали, читка. Когда можно собраться в хорошей компании, с хорошими людьми, с хорошими актерами, и не только, и прочесть любое произведение практически. Но мы готовились, мы давно в зуме сидим вместе, мы репетируем здесь уже третий день. Я близко, ну, чуть-чуть ближе познакомился с Юлией Аук, с Виктором Шандоровичем, с Кириллом Набутовым. И это интересные люди. Мы репетируем меньше, чем мы рассказываем друг другу какие-то истории. Так соскучились просто по общению. Это пьеса о смутном времени, о переломе, о падении, разрушении империи, о том, как люди пытаются в это время выжить, о том, как есть люди, которые абсолютно точно уверены в том, что при любой власти, при любом строе, в любое время, они все равно останутся на коне. А есть люди, которые, ну, скажем так, верны своим убеждениям и идеалам, и поэтому готовы жертвовать своим личным покоем, безопасностью. Честно говоря, когда я первый раз прочитала пьесу, и мне сказали, твоя роль рабыня, посмотри, тебе подойдет, нет, что ты вообще думаешь, возьмешься ты за это или нет. Это было лето. Я прочитала и думаю, вообще-то я тут главный персонаж, потому что моя рабыня, она трансформируется, или на самом деле является музой истории. И вот муза истории, она, конечно же, рассказывает о том, как история на самом деле выглядит, что такое правда жизни, и насколько это на самом деле отличается от того, что происходит в разрушающейся Римской империи. Поэтому сюжет очень интересный и очень насыщенный, несмотря на то, что это всего лишь, казалось бы, читка. На самом деле это очень популярный формат сейчас. Спасибо. 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 Спасибо.